Здравствуйте, друзья! Сегодня такой дождливый день в лесу, но раз уж я выбрался снимать обзоры ножей, которые у меня дома при съемке в кадр не входят, меня это не останавливает. Сегодня такой удивительный день, я снял один обзор, сначала я снимал его под дождем, а вот теперь не знаю, насколько вам это в кадре видно, но у нас начался снег. Ну, снег такой мокрый, естественно, ложиться он, я надеюсь, не будет, но тем не менее я снимаю под первым мокрым снегом, который в этом году в Сибири уже пошел. Сегодня, если я не ошибаюсь, 20-е, по-моему, в сентябре, вот у нас первый раз посыпало. Ну, пока еще лес такой не зимний, а синий, поэтому давайте сегодня поговорим о ноже. Так вот, буду снимать на своем фоне. Нож, который я сегодня показываю, называется Sock Creed Tiny Blade, вот такое вот название. Sock Creed Tiny Blade, вот такая штука. Я сегодня традиционно не буду показывать распаковку ножа, как он поставляется, потому что, ну, честно говоря, видите, возможности нет, стою под дождем. Мы сегодня с вами разговариваем вот о таком ноже, нож с фиксированным клинком от компании Sock. Ну, вообще, Creed такой нож, который я давно хотел взять на обзор, и вот в этот раз новосибирский ножевой магазин клинок предоставил мне его посмотреть, ну и вам показать. Давайте поглядим, такой большой фиксированный нож. Поставляется вот в таких вот кожаных ножнах толстенных, прямо они толстые, тяжелые такие, достаточно толстые, тяжелые и довольно простые. То есть здесь просто сделана петля, подвес не свободный, вот можете видеть, таким образом выполнен нож. Вот таким вот оригинальным образом за гарду перекидным таким ремешком с прорезью закрепляется. Ремешок крепится на кнопке. То есть больше, честно говоря, про ножницы сказать ничего особенного не могу. То есть нужны простые, но добротные, так скажем. Вот, собственно, сам нож. Произведен нож на Тайване. Вот так вот написано на нем Sock Creed. Я сегодня, к сожалению, не имею возможности смотреть на тактико-технические характеристики ножа, поэтому буду только показывать его. Все подробности там о сталях, каких-то там размерах вы сможете посмотреть на сайте производителя. Ссылку я обязательно оставлю. Значит, рукоятка здесь сделана, если я не ошибаюсь, то из кротона, то есть она такая резиновая, я поэтому думаю, что, ну, это именно та самая резина, которую Sock использует обычно в своих ножах, скорее всего, это кротон. Вот так вот здесь есть тоже фирменный знак компании Sock, такие заметные беленькие такие в черной рукояти вставки. Тоже они резиновые, как вот они, по крайней мере, ощущаются. Но сделана такая вот большая металлическая пятка. Ну, судя по тому, что здесь есть какой-то винт, я предполагаю, что это место можно разобрать при необходимости. Ну, вот так вот оно из коробки какой-то, ну, совсем маленький люфтец тут какой-то есть, можете видеть. Вот, то есть такая металлическая пятка, честно говоря, меня наводит на мысли о возможности каких-то ударов. То есть, в принципе, можно, наверное, даже при необходимости пару гвоздей забить, если потребуется вот этой вот пяткой. Ну, это при какой-то острой необходимости, так скажем. Такая вот гарда на ноже. Ну, должен сказать, большинство таких вот крупных ножей, которые у нас в России мне пока в руки попадались, да, они как-то лишены этой гарды, потому что, по-моему, это все-таки требование в плане холодного-нехолодного оружия. Здесь не знаю, почему так. То есть, нож холодным оружием не является, насколько мне известно. Вот, но гарда здесь такая вот присутствует. То есть, ну, честно говоря, все время, когда хватаю подобные ножи, у которых есть такая гарда, да, все время вспоминаю саблю фехтовальную почему-то. То есть, фехтовальный хват такой получается довольно удобный, именно с упором на гарду такой интенсивный и достаточно интересный. Вот. Ну, вот можно посмотреть, какой размер рукояти. То есть, в принципе, у меня среднего размера руки, длинные пальцы, чтобы было ясно, потому что камера шире, то я понимаю, что это несколько необычно. Ну, то есть, нож в руке сидит хорошо, удобно. Вот такая толстая рукоять достаточно. То есть, ну, хорошая такая, хорошая, большая рукоять такого большого ножа с фиксированным лезвием. Хотя, можно сказать, что нож не особо крупный. Я думаю, что у него длина клинка должна быть, ну, около, наверное, 20 сантиметров, даже немножко поменьше. Такая вот форма, вы вот можете видеть, такая, ну, сабельная, что ли. Сначала такой подъем, потом раз, и как бы будет вот такое, ну, прям здорово. Вот. Нож вообще такой, честно признаюсь, очень харизматичный. Вот так вот спуски примерно у него от, ну, наверное, правильнее говорить, от середины клинка примерно сделаны. Спуски вогнутые на ноже. Пробовал резать, ну, такие кухонные цели какие-то, попытался так его поэксплуатировать. Понятное дело, что он не для этого сделан. Вот. Но режет хорошо. То есть, у ножа, на самом деле, такая отличная режущая способность, благодаря очень длинной кромке и очень таким хорошим вогнутым спускам соковским. Опять же, заточка такая неплохая из коробки, как у сок это обычно бывает. Ну, конечно, для любителей этой вот штуки, да тут есть дополнительное ребро жесткости, которое почему-то у нас называют кровостоком. Я уж не знаю, откуда вообще, говоря, эта легенда взялась. Но вот можете видеть, здесь такая выборка сделана, немножко этим снижен вес. И, ну, так скажем, я, насколько понимаю, такая штуковина делается для того, чтобы определенным образом направить усилие, которое, так скажем, распределяется на сталь при некоторых работах. То есть, я вот, насколько себе представляю, вообще говоря, назначение при проектировании ножа вот таких вот выемок, оно именно такое какое-то. Вот. Но, честно признаюсь, я не инженер, возможно, ерунду говорю. То есть, как бы, в принципе, как сказать, такой вопрос дискуссионный. Я бы хотел, чтобы те пользователи, которые точно знают, зачем вот это сделано, вообще, в принципе, на ножах делаются вот такие вот выборки, они поделились бы этой информацией с сообществом, потому что, вот, ну, очень разные мнения, на самом деле, бывают, для чего это такая выборка делается. Начиная с того, что просто это делается для того, чтобы облегчить нож, заканчивая тем, что это просто для каких-то понтов. Вот. Но совершенно однозначно, что какая-то идея вот в появлении таких выборок, она существует. Мне вот известно только вот такая, что, как бы, ну, это для определенного направления нагрузки по металлу. Вот. Толстенный обух, я думаю, что, ну, на глаз, я уверен, что тут не меньше 5 мм, но, вообще говоря, мне даже так кажется, что здесь, наверное, добрых 7. Вот. То есть, нож такой толстый, и вот он, обладая таким свойством, он относительно небольшой, но ощущается достаточно тяжелым. При этом у него вот такая хваткая рукоять, то есть, ребят, я, как бы, вот, ну, с ножами общаюсь только в основном тогда, когда вы все это видите. То есть, каким-то ножевым боем, там, или какими-то вещами я никогда не занимался, но, должен сказать, что, вот, видите, как бы, такие вот действия всякие разные ножом, там, перехватывание его, этим ножом ощущаются такими очень простыми, интуитивно понятными. То есть, вообще, понятно, как нож перекинуть, как бы, вот, как-то так это происходит, очень легко и приятно. Опять же, вот этот вот кротоновый рукоять, то есть, видите, что я работаю голой рукой, и, в общем, она прям, как сказать, очень здорово. С одной стороны, руку вам не дерзает, с другой стороны, она очень так приятно к руке прилипает, как бы, так, что ли, можно сказать. В общем, очень нравится мне, честно признаться, вот эргономика этого ножа. Редко про какие ножи с фиксированным клинком я такое могу сказать. Так как для меня, в общем-то, эти ножи совершенно бесполезные, как правило, но, тем не менее, ну, скажем так, вот этот нож мне прям очень нравится. Честно признаю, что захотелось его иметь, хотя он мне абсолютно не нужен, так скажем. Вот, такая вот любопытная машина от компании Сок. В общем, впечатления у меня, они остались самые положительные. Отдельно хочу сказать, что вес у ножа такой, что, ну, вот, если бы мне потребовалось что-то рубить, я бы им рубил. Тем более, что я видел такое одно известное, достаточно американское видео, ну, мне кажется, пару лет назад. Там, ну, вот один парень подобным ножом, Сок Крит именно был там, он перерубал, ну, по-моему, за полторы минуты перерубил такую вот березку, там, сантиметров, наверное, около 10-12 диаметра. То есть, ну, как бы, в принципе, рубящую работу этот нож делать способен, тем более, что, вот видите, его такая вот эта длинная дуга, она позволяет именно вот этим местом так с хорошего маху рубить. И нож достаточно тяжелый. Ну, не топор, конечно, понятное дело, что топором-то все делать удобнее, но, тем не менее, нож такой очень приятное впечатление оставляет. Как бы, прям, ну, здорово, действительно, как бы, такая вот штуковина. У него, по поводу баланса, наверное, вот есть сейчас возможность в кадре это показать. У него такой заметный баланс на рукоять. То есть, ну, в общем-то, как у, как мне кажется, большинства ножей с фиксированным клинком и таким более-менее умеренной длиной клинка, баланс такой получается именно удобный в ручку. Хорошо. Работать им очень приятно. Вот такие вот мои впечатления об этом замечательном ноже. сок крит у нас сегодня был на обзоре. Большое вам спасибо за просмотр. Пока.